добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся на жека семейном в лазаревском районе квадратура 53 квадратных метров друзья в общем есть еще такое ноу-хау ребята делают уже сейчас вот на этой стене объясню чуть-чуть первое все ригеля проходятся не просто бетоноконтактом а клеем это вот циррозит проходят и очень хорошая потом адгезия для штукатурки потому что говорят что прецеденты уже были вот и чтобы их не было ребята сейчас все обмазывают абсолютно все бетонные поверхности протягивают клеем и желательно вот гребеночкой как они так все делают уменьшение проема наши ребята делают вот таким образом то есть никакого гипсокартона все в принципе из тех же материалов которые скажем используется у нас здесь в ремонте шумоизоляцию сделали потом кидается гипсокартон армируются швы сверху кидается сетка и сверху сетки протягивается вот так ли в раньше мы делали гипсовой штукатуркой но опять же ребята говорят давайте мы сделаем вот так то есть вот это первый фрагмент допустим часть шумоизоляции можно сейчас увидеть здесь вот так вот как делать нельзя сразу я думаю меня многие поддержат я понимаю что все показывают хорошие готовые квартиры но когда есть ошибка вот это в данном случае ошибка это не в разбежку сделал пеноплекс почему это так критично потому что потом швы на гипсокартоне рвет это очень важно потому что прецеденты были можете написать что это я там мои загоны все что угодно но технология должна быть вот таким вот образом только в разбежку также и гипсокартон посильнее делаем грибков побольше чем больше грибков тем соответственно меньше будет расширение что еще хотел бы сказать это пеноплекс с гипсокартоном мы делаем уже лет наверное 7 и я вам могу с полной уверенностью сказать что это работает однозначно потому что мы искали некий такой бюджетный вариант для заказчика потому что а квадратный метр допустим вот этой шумоизоляции стоит примерно полторы тысячи вместе с материалом и работы а вот если взять шумоизоляцию именно назначение и вот целенаправленного до который материал используется только для шумоизоляции там даже используются подрозетники с шумоизоляции она на уже где-то от пяти пяти с половиной то есть это когда я мониторил рынок то есть пять пять с половиной тысяч квадратный метр понимаете отсюда и все-таки возможность делать недорого вот вот эта возможность кому надо берите для себя тем более от соседей нужно обязательно это делать ребята вот один из наших бывших заказчиков валера он вот здесь у него стоял шкаф и часто и принципе вот в этом месте он сказал что мы решили что там шкаф будет стоять ничего вообще нафиг не надо но он горит если бы я знал что такая слышимость в жк семейном я бы сделал так вот надо учиться на чужих ошибках соответственно что мы сделали вот наш заказчик я ему озвучил он горит вот вот это все стоит полторы тысячи там ну сколько здесь 6 квадратов 6 квадратов это 9000 за 9000 вы покупаете спокойствие грубо говоря потому что лифт работает вы это слышите причем я не знаю но обычно мебель как бы скрашивает это все но не в этом случае планировка я уже показывал это 53 квадрата а данная планировка я считаю одна из лучших для 53 квадратных метров почему лучше есть спальня свой санузел свой то есть это не гостевой то есть это санузел который будет лично ваш и вы там можете заседать спокойненько вообще хороший коридор прихожка вот здесь становится мы украли конечно же чуть-чуть у кухни и у гостиной чуть-чуть место для того чтобы здесь сделать хорошую прихожку это обязательно второй санузел у нас гостевой здесь есть нюансик очень интересный обратите внимание как сделан кусок теплых полов на стене мы не захотели здесь делать полотенцесушитель потому что он немного все-таки торчит на 10-12 сантиметров от стены а так как здесь будет стоять инсталляция и сюда будет проход в душевую вот здесь будет душевое ограждение отъезжать и вот этот проход я считаю что не очень корректно будет делать здесь полотенцесушитель а больше его поставить ну некуда кроме как над унитазом над унитазом не хотели поговорили сделали вот такую штучку согласовали принципе потом это все поштукатурится и станет вот эта стеночка теплая здесь выше крючочки поставим сейчас ребята все это фиксируют сколько размеры делаю чертежи чтобы потом не просверлить и не угробить это все включаться это все будет здесь так что вот такой небольшой кусочек теплой стены кому нравится ставьте лайк кому не нравится пишите почему не нравится вход в кухню будет отдельный высота проема чуть чуть выше чем обычного проема почему потому что мы вот в этой стороне кухни гостин вот с этой стороны мы сделали здесь одну и ту же высоту проема потому что здесь будут раздвижные двери здесь будет стоять холодильник и вот при открытом пространстве получается при открытых дверях раздвижных это будет одна большая кухня гостиная плюс вот здесь еще будет стоять у нас кондиционер который будет дуть сторону кухню что в принципе очень неплохо дальше при закрытых дверях вход в кухню остается свободным но при этом у нас зона спальная дополнительная 2 эта зона она будет ну скажем так самостоятельно поэтому имейте ввиду что это очень интересная планировка я ее даже рекомендую кто хочет отдельное спальное место здесь принципе кроме раздвижных дверей особых каких расходов я не вижу в общем здесь тоже поменяли кусок окна как я рассказывал что мы здесь немного поиграли с окнами кто-то написал там где ты видишь по стеклопакеты по 800 рублей все обошлось на в 12 и 13000 для заказчика то есть и стеклопакеты стоят ну действительно не примерно также и стоят там разница небольшая вот так что имейте ввиду что больших денег это не стоит как многие пишут специально обученный человек приезжает считает говорит сколько это стоит ваше дело соглашаться или не соглашаться то кто готов на 12-13 тысяч как бы потратить и сделать как нужно без проблем кто нет привязывается и у нас штукатурка залазит потом просто на стекло вот так вот и вы просто не будете потом менять стеклопакет если вдруг что-то случится дальше ну в общем вот такая получается хорошая гостиная либо зал здесь уже ну я думаю что это все-таки гостиная потому что это будет комната для гостей которые будут скорее всего приезжать и если что оставаться здесь на ночь здесь что сделали вот эти вот ниши которые мы сделали они носят себе технический такой характер первое если здесь будет стоять угловой диван именно вот так тогда телевизор мы вешаем на эту стену чтобы не было сюрпризов и внизу у нас видите мы специально выиграли небольшой кусочек вот это для того чтобы здесь были тумбочка такая подвесная чтобы было ну скажем так эстетически интересно и выгодно дальше вот эти ниши как они образовались вот это вот это ригель он идет сверху донизу мы заложили часть снизу для того чтобы если диван будет с той стороны не угловой тогда мы здесь можем ставить стол письменный типа как рабочее место а вверху мы сделали еще один дополнительный вариант для подключения телевизора то есть для того чтобы здесь можно было повесить ровненький телевизор без вот этих вот дырок ниш там и всяких конечно да это для штукатуров маляров это потом будет веселые скажем так такие интересные варианты но даже у нас есть в других местах здесь ставили зеркала такие с фальцетом ромбиками смотрится очень неплохо и будут как кто-то написал дырки в жопе да согласен конечно вот но если русским языком они умничают то это получится дырки они отверстия так что имейте ввиду умничать можно без проблем пишите как говорится бумага все стерпит мы реагировать на бред тоже нужно уметь спустя годы тренировок уже выработался скажем так иммунитет еще хотелось бы показать вот эту штучечку вот такая это называется оконный профиль вот так вот он выглядит самоклейкая штучка очень хорошо клеится и идет сразу армировка для откоса для чего она делается лично для меня это вообще находка потому что коэффициент расширения штукатурки и окна пластикового они разные так вот чтобы вот этих расширений не было и не трескались откосы в процессе существует вот такой вот оконный профилек и знаете кто все-таки во всем этом интересно что все вот эти маленькие детали они влияют на стоимость ремонта там трубу чуть-чуть лучше купили вот эти кусочки купили там да но там стоит ничего страшного там тысяч на 7 8 10 там ну при к примеру расходах там сделали улучшили скажем так свое качество работ а потом в процессе 10000 там 10000 там 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 и уже получается раз на 1000 рублей по материалу мы уже вылезли из бюджета потом купили трубу купили провода получше еще на 2000 за квадратный метр чуть-чуть больше и когда возникает вопрос а почему у допустим скажем так назовем их конкурентами но я даже пускай вот конкурентов а почему ваших конкурентов стоит там 12 тысяч материала у вас 16 вот тогда сразу раз и возникает ответ вот такого плана потому что мы берем материалы получше и у нас знаете немножко другое отношение к самому ремонту кто-то хочет делать так пускай делает ради бога то есть но опять же эту трубу допустим металлопластика вы ее же кто-то использует до постоянно используют да она дешевле работы с ней попроще то есть не полипропиленом дышать да там сидеть паять взял там прессом 1 1 и ушел а также я рассказывал про трубу люди не все оказываются поняли и попросили объяснить вот этот обрезок это металлопласт срок службы такой трубы где-то 10 лет когда-то давно в самом начале наверное наших ремонтов я честно говоря даже не сильно заморачивался то что металлопласт в принципе 10 лет хорошая труба но когда мы сделали пару-тройку интересных вариантов об доставочка так в общем в начале наших трудовой деятельности в сочи я использовал такую трубу в принципе но брал только знаете я брал трубу лемен мне очень нравилась эта турецкая труба она была мягкая с ней было хорошо работать мы использовали даже для теплых полов но срок службы такой трубы 10 лет но опять же кто диктует условия заказчик то есть я могу взять трубу подороже но за нее надо платить то есть и мы использовали то что принципе для моей гарантии 4 года подходит если подумать лет на 10-20 вперед то разница в трубе будет колоссальная допустим срок службы этой трубы 10 лет срок службы вот этой трубы вот этой трубы 90 лет допустим то труба от застройщика но застройщик не будет покупать трубу в 10 раз дороже правильно потому что допустим вот эта труба она стоит погонный метр ну где рублей 60 вот именно вот этой трубы а стабила rehau которая вот а серенькая труба которую мы здесь обрезали и вот эта труба стоит где-то 500 ну короче стабила обходится где-то 500 то есть почти в 10 раз дороже пускай этот кусочек небольшой но а если мы берем также трубу для теплого пола кто-то берет шитый полиэтилен который стоит там ну 30 рублей максимум 40 рублей мы берем такую же трубу для теплого пола и здесь мы ее будем использовать вот раньше мы брали rehau но она исчезла с рынка будем ждать rehau pink стоимость этой трубы 270 или 280 рублей был на тот момент сейчас есть такой же стаут тех же технические характеристики толщина стенки 2 и 2 вполне хорошая труба 10 бар тоже держит стоимость у нее тоже там 270 280 рублей то есть там по-моему я когда смотрел было 11 рублей всего лишь разница так что цена небольшая но тем не менее обратите внимание сколько разница опять в трубе 30 рублей или почти 300 рублей опять в 10 раз раз а потом тогда возникает ответ какую трубу выбирать так не я ее буду выбирать а ее выбирает наш заказчик и на вопрос 12000 или 16000 17000 там то есть все зависит от заказчика именно от вас а не от нас то есть а можно уменьшить до уменьшить но тогда извините гарантию я сниму я не буду использовать гарантийный срок 4 года если вы используете трубу которая я даже не знаю сколько она проработает она может месяц проработать и может через два года их она прийти а гарантийный срок 4 года поэтому извините конечно здесь вопрос очень спорные щепетильный и для тех кто не понимает разницу между вот этой трубой и вот этой я думаю я исчерпывающе объяснил потому что срок службы этой трубы 10 лет той трубы 90 лет как минимум разница на лицо я понимаю как бы что это разница в цене но надо чтобы и вы понимали эту разницу по этой квартире наверное все будем вылазить из грязюки потому что ребята работают если остались какие-то вопросы обязательно звоните пишите я постараюсь развернуто объяснить какие-то детали которые нужно отшлифовывать либо объяснять заказывайте ремонт мы с радостью придем к вам и поможем всего доброго пока пока